Кто ты такой? Мне хотелось всё это кому-нибудь рассказать, прокричать, разжевать, на шопу давать, вывернуться дрявым карманом и вмиг вдруг обнищать. Всё себя изодрать, танцевать басой на углях, на тонком волоске притоптывать. Мне совсем не думалось о еде, времени, мирских делах, сочувственной поздности. Я тонула в глухой беде, заедала ил, купола лёгкие в холодной воде, пытаясь достичь хоть капли в жёсткости. В перерывах между гореть и тветь я мечтала всплыть. Я мечтала всплыть где-нибудь, когда-нибудь, но достигнуть берега. В забытии я шептала, меня там ждут, принимая чавканье чёрной жижи за дыхание любви, приведённой родной поступи. Я увязла настолько, что боль мне казалась нежнее объятий матери, заботливых глаз отца, взбивания подушки на ночь, прикосновения к сердцу детских ручонок. Я утратила всё. Я потеряла все грани человеческого лица. Не достигнув ни берега, ни постылого дна, в глубине шатался голодный и худой волчонок, озлобленный и глухой. Сама смерть ко мне приходила, меня глядеть, изучала тяжёлым взглядом, кивала и уходила прочь. Говорила, рано ещё, ищи. Не своё глотаешь, а тонны чужих на пасте забрала бы, как была у меня дочь. Я бы выжила, я бы... я бы всё могла это пережить. если встретить тебя где-нибудь и проглотить. Но кто ты такой? — Спасибо. — Спасибо. Спасибо. Конечно, я прочитаю, мне звонила помощница, я не читала, помощница Катарина мне названивала и говорит, но вы все-таки прочитайте. Я, значит, пролистала, сразу как бы попала на какое-то стихотворение про варенье, думаю, все понятно. И закрыла там что-то такое, какой-то сок течет, думаю, ну все понятно. Я говорю, у меня нет времени, у меня очень много работы, а что вы прочитали? Я говорю, я прочитала, ну вы прочитайте еще что-то. Думаю, ну ладно, вдруг я открываю стихотворение и я в шоке. И говорю, да, я буду читать это стихотворение, я его сейчас не буду читать, потому что оно на самом деле очень тяжелое и совсем не хочется не плакать. Вот, я прочитаю другое стихотворение. Продолжение следует... Продолжение следует...